Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Еще 268 беженцев с юго-востока Украины приехали в Читу поезда. В этот раз среди них много мужчин и людей старшего возраста. Детей значительно меньше. Люди почти все без вещей и без документов. Можно рассказать, что сейчас так? Девочка, страх. Страх и ужас. Больше слов нет вообще никаких. У вас там остались восстанцы? Да, у меня сестра осталась. Дом разбили. Попал снаряд с урагана. Что такое ураган, не надо объяснять. Не надо, понятно все. Поэтому мы здесь. Здесь что планируете? Работать, жить, все. Назад дороги нет. Психологи, встречавшие второй поток беженцев, заявили, что с ними работы будет больше, так как люди приехали из горячих точек. Что еще сказать? Просто спасибо большое. За то, что мы выехали с такого страшного места. Больше нечего. А может быть расскажете, откуда вы? Ну, из Донецка. Из Донецка. Ну, вы берете вещи. Там у вас остались восстанцы. Пошли. Вот ты в корне в каком-то. Остались старики, которые не захотели уезжать. Совсем уже в таком очень глубоком возрасте. Ну, и в дом, конечно. А дом у вас там остался? А вы идете? Наверное, уже нет. Мы еще не знаем. Мы четыре-пять раз и так без связи были. Поэтому ничего сказать не можем. Люди в нормальном, спокойном состоянии. Понимают ситуацию, в которую они попали. Поэтому организованы, собраны. Плачущих детей нет. Спокойно выходят на перрон. Проходят процедуру регистрации. В свою очередь заместитель начальника ГУМЧС России по Забайкальскому краю Виктор Недорезов отметил, что при встрече беженцев все прошло по плану и инцидентов не было. Работа распределена следующим образом. На первом этапе сотрудники МЧС помогли нашим беженцам доставить свои вещи к пунктам пропуска. Затем идет регистрация прибывших переселенцев. После этого также сотрудники МЧС переносят их вещи по направлениям грузовых автомобилей, а люди рассаживаются в автобусы. Беженцев из Украины развезли по пункту временного размещения на базах детских лагерей «Чайка на Молоковке» и «Звезды на Рахлее». Больницу восстановительного лечения номер 2 в поселке Первомайский. Также часть уехала в бывший плафилок Торий Горняк. Так как это не последние прибывшие, в Забайкале продолжат открывать такие пункты. На сегодняшний день у нас развернуто 12 пунктов временного содержания. Значит, проведена открытка, практически половина из них готовы к работе. То есть мы будем использовать и новые, и старые. Почему мы будем использовать старые? Потому что мы сумели людей уже кого-то трудоустроить, жизни устроить, обеспечить жильем. Поэтому часть людей сегодня из пунктов временного размещения благополучно устроились, работают и живут за пределами пунктов. Отметим, что сейчас в Забайкальском крае насчитывается уже около 800 вынужденных переселенцев из Украины. Анастасия Дремова, Анна Хвостова. Специально для Забонфору.